Сладкое оставим напоследок. Решили организаторы профориентационного урока и перед тем, как показать детям несколько практических уроков, провели 15-минутную теорию. Без нее никак не обойтись. Маленьким бютишкам больше интересно полазить по технике, посмотреть, какие инструменты там есть, посидеть в машине, включить мигалку, как они называют. Более старшие, классы 9-й, 10-й, конечно, им больше интересно смотреть непосредственно рабочие места. По части экскурсии мы не отказываем никому. И детские сады приходят, и школы. Вот на данный момент 14-я школа пришла, 9-й класс. Совместно с нашим центром профобразования они сами согласуют, кого послать. Пока Никита Бахтин рассказывал структуру службы, ее обязанности и возможности, взгляд детей все время устремлялся на диковинный аппарат, лежащий на столе. Как потом выяснилось, он предназначен для использования в непригодной для дыхания среде. И вот долгожданный момент. Его можно примерить на себе. А этот коридор ведет к зоне отдыха. Здесь полевские спасатели во время спокойного дежурства могут поиграть в теннис, попить чаю и даже поспать на кровати. Ведь службу они ведут в круглосуточном режиме, а различного рода аварии и пожары не выбирают время суток. А теперь выходим в большой ангар, где находится автомобильный парк. Машины всегда в боевой готовности и укомплектованы всем необходимым. Вот это, например, резак, который часто используют при автомобильных авариях, чтобы извлечь пострадавших. Самая смелая девятиклассница Полина попробовала лично подготовить этот инструмент к работе. Я теперь буду самой сильной. Такие профориентационные уроки не редкость для школы 14. Их стараются проводить регулярно. Северский трубный завод. Мы во многих цехах с ребятами ходим, во многие цеха. Но кроме этого предприятия нас принимают, это технология пекарня. Кроме этого ребята ездят на областные различные производственные площадки. Очень любят они все, что связано с продуктами питания. Это и девять островов. В общем-то, наслада. Не очень, правда, сейчас легко организовать экскурсии на какие-то предприятия. Но Северский трубный завод всегда готов нас принять. Мы за год планируем экскурсии на весь учебный год. Поэтому все желающие легко попадают на любое производство. И знакомиться с теми профессиями, которые нужны нашему городу прежде всего. Кульминация. Обещанный сигнал тревоги и общий сбор, который не должен превышать одной минуты. Зрители следят секундомерами. Пожарные укладываются в норматив. Это хорошая профессия. Требует собранности и ответственности. Вообще хорошее дело помогать людям. Профориентационные уроки проходят в пожарно-спасательной службе третий год. Регулярно сюда приходят школьники на подобные экскурсии. Они мечтают хотя бы раз увидеть настоящий боевой вызов. Но пока наблюдают только репетицию. Хорошо, что так. Значит, в Полевском все спокойно. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова